День 2, 22.00, терминал. Привет. Ой, что это было? Я говорю, можно мне два латы? Да, конечно. Ты хочешь на вынос или нет? Здесь, пожалуйста. Присаживайтесь, я все принесу. Вот дерьмо. Ты в порядке, приятель? Да, все хорошо. Медицине действительно нужно заставить Эшли сделать это. Прости, что? Ничего, просто разговариваю сам с собой. Ладно. Где метла? Эшли. Где метла? Эшли. Тонет. Мне нужна помощь. Иди помоги мне. Морчание. Давай, мне нужно найти метлу. Морчание. Будь умницей. Эй, здесь есть кто-нибудь из твоих друзей? Возможно. Вау. Когда ты научила их этому? Я не учил их, это странно. Эээ. Как поживаешь, малыш? Начались проблемы со сном. Иногда мне кажется, что в этом кафе никто никогда не спит. Кроме Кишана. Эх, он много спал. Пока был здесь, не так ли? Это потому, что ты продолжаешь его спаивать. Что? Я не делал этого ни разу. Нет, не ты, а вы. Я имею ввиду... Вы. Значит, не я, а Мэдди и Нэдс. Понятно. Ммм. Эти разбойники. Да ты мне говоришь? Как дела у Мэдди? Что ж. Ох, насколько мы близки к завершению. Скоро закончим, даже без Эшли довольно быстро справляемся. Отлично. В любом случае, что ты там говорил? О, просто, просто мне кажется, что теперь я все понимаю. И? Вот и все. Ну, я ценю твою сдержанность в том, что ты не навязываешь мне твой моральный подход. Ха, не волнуйся. Не хочу быть таким парнем. Черт, я реально буду скучать по тебе, когда ты уйдешь. Ух ты. Неужели это эти искренние чувства исходят от тебя? А-а-а. Не начало ли таять твое ледяное сердце? Правильный ответ тает. И, пожалуйста, не вставляй меня забирать слова обратно. Ха, я так понимаю, ты действительно втянулась в эту роль лодочник реки Стикс. Не так ли? Так вот, за кого ты меня принимаешь? Вроде того, а-а-а. Забавно. А ты не чувствуешь этого? Я не уверен, что эта метафора точна, но... Я понимаю, к чему ты проводишь параллель, но это место служит больше входом. Не обязательно приходить сюда на пути к следующему месту, но это место будет в маршруте точно. Просто остановка на шоссе в ад. Извини, мы здесь больше не разрешаем отсылки к ICDC. Но я пытался. Мы не особо похожи на шоссе. Больше как вход в небеса. Если ты хочешь получить самую удачную формулировку, то это она. Вход в рай? Очень грубо говоря, да. Но черт возьми, я не видела другой стороны, поэтому я не могу сказать это наверняка. Я совершенно уверен, что там есть что-то, чего я не знаю. Мне комфортнее думать так, наверное. Мне комфортнее думать так, наверное. Кстати, о комфорте. Как ты себя чувствуешь? Как будто каждая частица в моем теле медленно отделяется от других частиц. Это довольно красноречиво. Какая польза чувствовать боль, если ты не можешь нормально описать это? День 2, 23.00. Терминал. У меня чертовски болит голова. Это ужасно и все такое. Повторяю тебе, это обезболивающее подействует через несколько минут. Я продолжу жаловаться, пока они не подействуют. Ты знаешь, некоторые философы считали, что испытывать боль – это один из лучших способов убедиться, что ты жив. Звучит фальшиво. Какие философы? Знаменитые? О боже, ты просто выдумываешь это. Возможно. Ты мог преподнести это и получше. Скажи ты, например, что какой-то известный певец сказал это. Преодолей этот разрыв поколений. Тебе нужен правильный подход к детям. Каждый раз, когда я пытаюсь сделать так, чувствую, что становлюсь похожим на одного из тех старых парней, которые боятся этой большой разницы поколений. Но ты и так старый. Я – нет. Выглядит, будто тебе… Выглядит, будто тебе будто шесть тысяч лет. Ладно. Как твоя голова? Ты еще отстойна. Как насчет того, чтобы захватить напитки и посидеть снаружи? Там хорошо и прохладно. Не обязательно идти. Как ты себя чувствуешь сейчас? Лучше? Незначительно. Ну же, я уверен, что напитки не повредят. Что это вообще такое? Я положил туда шесть кусочков сахара. Ого, ты так хорошо меня знаешь. Итак, как дела дома? Эээ. Как же это перевести на язык стариков? Нормально, я думаю. Мама почти закончилась с докторской диссертацией. Звучит неплохо. Наверное, так и есть. Но она очень занята. Это означает, что мы питаемся едой из микроволновки вечерами. Ах, объясняет, почему ты покинула то место на прошлой неделе. Думаю, я бы в любом случае была здесь. Это правда. Ты спросила ее, правильно? Что могу ли я быть здесь? Ага, ты же не хочешь вызвать ее гнив, не так ли? А, она не беспокоится о том, что я здесь. Ты же помнишь, когда она говорила с Мэдди о законах лицензирования алкоголя? Ха, я думаю, что это была скорее лекция, чем разговор. В конце концов, Мэдди не делала ничего плохого, кроме того, что позволяло тебе зависать после работы. Я все еще удивляюсь, что Мэдди просто не сказала ей, что мы фактически не подчиняемся правилам, так как не зарегистрированы никем, кроме совета. Она сделала правильный выбор. Это был бы отвратительный аргумент. Но в любом случае, она не против, что я здесь. У нее есть мой номер мобильного, и пока я отвечаю на все звонки, она не придет за мной. Хорошо. Я бы не заставлял ее волноваться. Моя рука намокнет. Ах, не волнуйся об этом. Мы можем высушить ее в кафе. В кафе. Просто попробуй насладиться дождем. Окей. Я шутила фальшивой философией раньше, но я действительно думаю, что важно остановиться и насладиться моментом, когда это возможно. Дождь может быть гнетущим. Он может помешать выйти на улицу и заняться любимыми делами. Но нет ничего лучше запаха дождя перед рассветом. Это рекор. Ага, это волшебный. Я когда-нибудь говорил тебе об этом? Всего лишь около ста раз. Ха. Я слышу это сто первый раз. Все в порядке. Ладно, вообще-то я немного промок. Давай вернемся. Итак, учитывая тот факт, что я очевидно дура с кровоточащим сердцем, то можно спокойно предположить, что я позволяла и другим людям, кроме тебя, оставаться дольше, чем это формально разрешено. Ты так скрываешь свои эмоции, что я никогда бы не догадался. Это действительно впечатляет. Но ты знаешь, у всех есть свои способы справиться с постоянным гнетущим стрессом. Штучки миллениалов. Штучки миллениалов. Я думаю, что это описание подходит. Однако это не так убедительно, как то, что твои частицы отвергают друг друга. Эй, это определенно не то, что я имел ввиду. Разве? Как раз вовремя. Не могу поверить, что я создала этих прекрасных созданий, а ты превратил их в тупых официантов. Увы, такова жизнь. Они должны как-то платить за аренду, учитывая, сколько чашек они роняют. Это их особенность, а не ошибка. Это чтобы они казались более живыми. Ты научил их намеренно ронять кофейные чашки для правдоподобия? Может быть. Я попрошу Мэдди начать заказывать более дешевые чашки. Видишь, я повышаю эффективность наших закупок. Ненавижу того, кто вручил тебе учебник по менеджменту. Чувствую некоторую враждебность. Мне нужно поговорить с HR. Кто наш HR-менеджер? Я уверен, что он очень хорош в своей работе, но не в доставке кофе. Одно новое сообщение. Мэдди хочет, чтобы мы спустились вниз. О, я думаю, она уже все подготовила. Я рад, что она смогла сделать это без меня. Боже, как я горжусь. Я научил ее всему, что знаю. Ты гремлин, ты это знаешь? Конечно. Ну что, идем? День третий, 12.00, подвал. Хе, хе-хе. Здесь внизу так чертовски сыро. Я понимаю, что мы в подвале. Но может есть здесь окно или что-то еще, чтобы немного проветрить? Да, у нас есть вентиляция, которая ведет куда-то наружу. Мэдди, ты можешь открыть ее? Чтобы подышать немного свежим воздухом. Но, по-моему, там наверху стоит мусорный контейнер или что-то типа того. Кроме того, я занята. Просто улыбнись и перетерпи. Разве мы не можем покончить с этим побыстрее? Мы же сделали это раньше, старик. Ты же знаешь, на подготовку нужно время. Расслабься. Мне не нравится твой тон. Извини. Как насчет зажечь еще немного света? Тут разброс у нас только хлама. Я бы хотел понимать, куда ставить ноги. Эшли, включи. Спасибо. Смотрю, ты подготовилась лучше, чем в прошлый раз. Вздох. Практика творит чудеса. Эй, Мэдди. Сколько еще проводов нам нужно? Думаю, этого достаточно. Отлично. Сейчас. Шей. Что случилось, милая? Я нашла тебе стул. А, спасибо. Итак, все это не совсем незаконно, да? Да, совет бы счел это с серьезным нарушением. Полагаю, на то есть причины. Потому что это против законов мироздания. Приятель. Это не просто бюрократия. Покойствие. В конце концов, большинство правил можно нарушать. Вздох. А Мэдди особенно увлекается нарушением правил. Эй, не надо только ей все приписывать. Ба. Это как-то связано с ее играми на время? Ммм. Итак, передача. Это был тот же тип магии, что мы практикуем сейчас. Совет успешно скрыв всю возможную информацию об этом. И не зря. Что будет ли, что-то пойдет не так? Ну, вы не склонны лажать больше одного раза. Или попытаетесь еще раз, если провалитесь. Тогда как ты называешь такой тип магии? Вопрос бессмысленный. Об этом запрещено... Запрещено говорить. Крутой? Я называю эту магию крутой. Но технически это просто ритуал. Но, глядя поверх всех этих фокусов и причудливых имен, вы можете просто назвать это... Некромантией. Некромантия. Есть часы в этом дереве. Почему вы копили часы здесь вместо того, чтобы использовать их для погашения долга? Зачем использовать их для погашения долга, если я могла бы использовать их для сохранения жизни? Вот черт. Ладно. Чем я могу помочь? Пожалуйста, пусть объект сделает шаг вперед. Бюллетень совета. Мы с сожалением сообщаем вам о кончине Шея Ву, любимого члена австралийского алхимического сообщества и владельца терминала. Новатор в алхимии, материальной магии и как друг для всех и каждого, кто входил в его двери. Нам всем его будет не хватать. Готов сделать это снова? Конечно. Постарайся не убить меня на этот раз. Класс. Эшли, давай сделаем это. Ты готова. Я ненавижу это. Тебя что сказать? Неестественно хранить часы в неразумном существе. Оно все еще может чувствовать боль. И это очень болезненный процесс. Для всех участников. Да? Да. Да. Думаю, шоу начинается. Давайте посмотрим, насколько сильно что-то может пойти не так. Ого. Раскаливание. Растворение. Разделение. Соединение. Разложение. Сгущение. Питание. Сублимация. Ферментация. Возвышение. Перемножение. Проекция. Соединение. Полно хорошо. Эшли. Тут все в порядке. Все идет хорошо, так что... Давайте начнем. Увеличьте мощность до 80%. Питание. Питание. Держится стабильно. Отлично. Следующий сегмент. Активируем. Как у нас дела? Все нормально. Соединение наполовину открыто. Просто сконцентрируйся. У нас возникли некоторые проблемы. Эй, нам нужна большая мощность. Большая. Хорошо, увеличиваю. Но я не знаю, выдержат ли наши кабели. Вот дерьмо. Да, кабели определенно плавятся. Эшли, следи за языком. Питание. Черт. Сделай что-нибудь. Я могу залатать кабели, но я не знаю, поможет ли это. Сделай это сейчас же. Я этим и занимаюсь. Насколько мы близки к завершению питания? Мы уже на 90%. Сделай это в 100%. Черт. Черт, черт, черт. Попробуем еще раз. Думаю, что мне нужно укрепить провода. Это все исправит. Да. Мы будем продолжать пробовать, пока не выйдет. Сделай или умри. Тогда все сбрасываем и начинаем заново. Раскаливание. Разделение. Соединение. Возвлияние. Ах, только не снова. Еще пару секунд. И... У тебя получилось. Да. Начало с амблемации. Амблемация. Ты справишься, Мэдди. Что дальше? Мы открыли соединение. Теперь все, что мне нужно сделать, это передать время. Как ты себя чувствуешь, Шей? Ээээ... Я... Я не знаю. Шей? Ээээ... 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 Я не могу удержать его. Оно выскальзывает из моих пальцев. Уровень энергии снова падает. Постарайся поддерживать его в течение еще нескольких минут. Ээээ... Я... Я... Перенаправление. Мы можем попробовать еще раз. Я не собираюсь останавливаться. Я думаю, что Каби продержится еще только один раз, и ему конец. А может тебе тоже конец. Я не знаю. Черт. Хорошо, Эшли. Займи свою позицию снова. На этот раз мы сделаем это. Остановись. Просто остановись. Нет, у меня почти получилось, клянусь. Ты не вернешь меня назад. Я... Нет. Я уже достаточно потакал этому. Ты сделала все, что могла. Но эта задача тебе не по силам. Мне нужно двигаться дальше. Пришло время примириться с этим. Вместо того, чтобы пытаться поменять естественный ход вещей. И никогда не спрашивала меня, хочу ли я остаться. Ты только что сделала выбор за меня и навредила себе и всем вокруг в ходе этого. Дай мне уйти. Джейкоби, ты просто гребаный мусорный цыпленок. Вот кто ты такой. Что? Вовсе нет. Крабы не едят суши или мусор. Ты же этого не знаешь. Да, хорошо, хорошо. Ты знаешь, что и ест суши и мусор? Малукский ибис. Ибис. Также известный как австралийский мусорный цыпленок. Мы считаем этот термин оскорбительным. Но на самом деле белые ибисы. Ага. А. Это не так. Я бы не ожидал ничего меньшего от куриного мусорного ведра. Проклятие. Ладно, продолжаю в том же духе. Классическое неверное направление. Нет, серьезно. Вы двое видели, что там произошло? Да, это было грубо. И да, на эту штуку с ритуалом тоже было трудно смотреть. Тебя не было здесь, когда Шей умер. Но. Я помню. Они просто вели себя так, как будто ничего не случилось. О. У меня сложилось впечатление, что ни один из них никогда не думал о возможности нанести неудачи. Идиоты. Да, но мы здесь только из-за них. Поэтому мы должны проявлять уважение. Мне кажется, что никто в этом крае действительно не думает головой. Ого. Это место странно влияет на людей. Слишком много магии в воздухе, может быть. Э, кто знает. Они будут в порядке? Я не знаю, как бы я простил что-то подобное. Находиться здесь против моей воли, когда моя сущность разрушается, это то, что, по-моему, современные дети называют партийной ошибкой. Честно, я не знаю. Я думаю, что Мэдди, вероятно, следует заняться самой рефлексией. Мэльбурни. Эшли. Еда. Мэльбурни. Мэдди. Керминал. Эшли. потому в подвале драгоценные моменты и должно быть одно какое-то бесплатное как там было на выходе пока вот это не прочтешь вот и не уйдешь кто хочет жить вечно эспрессо машина опять не работает меди вздохнула почему все должно быть именно так это не обязательно должно быть так ответил шей ты прав сказал меди так было не всегда если ты отправишься во время достаточно далеко ты найдешь эпоху когда у нас была рабочая эспрессо машина а если ты отправишься еще дальше назад то попадешь тот в то время когда эспрессо машин вообще не существовало сказал шей меди потянулась под стойку за бутылкой шардоне которая открыла утром она была наполовину пуста это это прелюдия к одному из тех моментов когда старик говорит мне как нам повезло что теперь все так просто нет ответил шей все не так просто на самом деле все сложнее вот почему вам нужны все современные технологии чтобы помочь справляться со всем шей указал на бутылку вина в руке меди так ты собираешься предложить ней мне немного вина или просто продолжишь с ним снижать сжимать горлышко как будто хочешь задушить мы не начала наливать шею вино так каково же это было было в давние времена ну во первых когда нам не нужны были очки очки не новое изобретение чувак я видел фотографию бенджамина франклина ну да тогда у нас были очки но мы их не использовали мы пили прямо из бутылки а нет правда сказал шей очки это еще одна вещь за которой нужно следить еще одна вещь которую надо чистить гораздо проще просто перри передавать бутылку туда и обратно может быть и так сказал меди но я уверен что наши клиенты ценят дополнительные усилия которые мы прилагаем для того чтобы они всегда пили из чистых стаканов я в этом не сомневаюсь сказал шей это еще одна вещь которая изменилась каждый ценитель иметь каждый ценитель того что он пьет это ты про то что у всех молодых людей есть особые вкусы нет ответил шей по крайней мере я не думаю что это так я думаю что люди все больше наслаждаются настоящим моментом когда мы пересок из носков ты делала просто все возможное чтобы этот эмулятор попал в твою кровь то же самое для большинства депрессантов я хочу знать что такое компот из носков вам иди потому что я совершенно уверена что и что нет это когда у нас не было фильтра для кофе вашей значит вместо этого использовались носки не волнуйся мы всегда использовать чисто ли на чистые носки когда они были наличие мы не закрыла глаза она выглядела как будто ее тошнило ты говорил что-то о том как люди наслаждаются настоящим моментом до этого ужасного отступления о том как вы делали кофе до ответил шей я знаю что существует стереотип о том что в современной реальности никто не присутствует но если что я так не читаю настоящее время людям важно наслаждаться настоящим моментом раньше люди были гораздо более одержима тем куда это все и куда это все это движется то есть куда они мигрировали некотором роде ответил шей давайте просто скажем что я поражен тем как мало людей наши дни приходят сюда задать вопросы о рай и аде сто лет назад если вы помнить поймали кого-то на пути из этого мира первое что они хотели знать было что это за место и после того как они узнают что находится на временной остановке по пути до следующего пункта они хотят узнать куда они идут таких все еще немало сказал мэдди да ну гораздо меньше к вашей знаешь я не думаю что это тот случай когда приоритета людей внезапно меняется стоит им оказаться на краю пропасти были люди которые называли себя богобоязненными это была просто часть жизни а теперь теперь это не так он пожал плечами я думаю что люди нашли более важные вещи которых нужно беспокоиться а прошло мало что происходило прошлом он сделал глоток шардоне хорошо что я буду жить вечно беспокоен что падешь в ад черт возьми да сказал шей я слишком много грешил чтобы попасть в рай и сделал для мира больше добра чем зла сказал мэдди я почти уверен что это уравновешивает ситуации у тебя наверняка положительный баланс нет ответил шей я не думаю что это так работает почти уверена что я просто плохой человек который большую часть времени делает хорошие вещи но может быть для рая этого и даст не достаточно но для меня достаточно скромный поэтому я думаю это хорошо что ты будешь жить вечно кто нас подсобка дальше